здравствуйте мы находимся в автосервисе запки ару что мы хотим показать вам в этом ролике как устанавливается головка блока цилиндров вот она у нас на двигатель двигатель 4 cb объемом 2 и 5 литра turbo дизель на автомобиле kia sorento что мы сделали предварительно перед установкой очистили поверхность гол блока смазали vd 40 вложили прокладку также смазали в дэшкой и сейчас будем укладывать головку вот установили мы головку после чего ставим болты болты обязательно надо ставить новые прежде чем их ставить нужно смазывать также резьбовые нити и и и и Продолжение следует... Первый этап. Ставим 49 ньютон-метров и протягиваем голову в определенном порядке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Первый этап прошли, теперь второй этап затягивания на 120 градусов. Динамик можно уже отпустить, в таком же порядке затягиваем на 120 градусов. Девяносто, плюс еще тридцать. Двое этапы протянули, остался третий этап еще раз на 90 градусов. Поехали. Первый. Второй. Четвертый. Так. Пятый. 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 – Спасибо. Смой? Смой? Нет, нет, нет. Внутренний. Да, да, да. Десять, десять. Двенадцать. 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 После протяжки ГБЦ Нужно Вакуумный насос Поставить на место Так как он у нас не затянутый И был сдвинут Потому что Если он Будет затянутый Мы не сможем поставить вот этот болт И затянуть его Поэтому Вставляем И затягиваем Крепится на трех болтах После того как установили головку Протянули Что нам требуется Установить гидрокомпенсаторы И рокера Вот такие Еще нужно Обратить внимание на Рокерные подшипники Они бывают разбиваются Нужно проверять зазор Нормальный или нет В данном случае у нас Все они целые уже проверены Прежде чем установить Нужно пролить маслом Посадочные места Масленочкой Побрызгаем Затем устанавливаем Гидрокомпенсатор Гидрокомпенсатор Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...